В кабинете Сергея Юрчука сегодня на самом видном месте диплом за занятое почетное третье место в федеральном конкурсе «Лучший СПИД-центр». Внимание высокого жюри удостоился проект Читинских докторов, призывающий узнать свой ВИЧ-статус. Это, конечно, результаты работы всего коллектива. И, конечно же, диагностический отдел, лаборатория, где начальник является Юдина Елена Васильевна. И, конечно же, профилактический отдел, возглавляет который Коробков Александр Викторович. И лечебный отдел Логинова Татьяна Юрьевна. Все отделы работали сплоченно. Радоваться за своих подчиненных Сергей Юрчук привык. Уже четыре года, как он стоит у руля краевой инфекционной больницы. Назначение в 2014-м стало неожиданным, вспоминает доктор. Всю жизнь преподавал, писал научные работы и занимался физиолечением. На новом месте обошелся без революции, сохранил традиции предшественников. В центре СПИД, к примеру, Юрчук оставил традицию печь по праздникам пироги и пить чай всем коллективам. Делится. Я остался таким же простым, каким был. В должности главврача ни разу не задрал подбородка. Уважение к людям независимо от их статусности. Либо это санитарка, либо это столер, либо это доктор или медицинская сестра. Уважение к людям. Взаимодействие с ними не только профессиональное, но и человеческое. Кадровое сбережение. Вот я думаю, что это такие очень значимые, очень нужные для сегодняшнего времени перемены в медицине, традиции, которые действительно мы продвигаем, мы храним. Сегодня в подчинении Юрчука 320 человек. И для всех он находит время, всех знает по имени. Быть таким грамотным и спокойным руководителем Сергею Владимировичу помогает надежный тыл. У меня трое детей. Сын старший успешно учится в нашей Читинской медицинской академии на втором курсе. Младший сын учится в школе в восьмом классе, в 12-й гимназии тоже успешно. Но с профессией пока не определился. И дочь, которой пятый год ходит в садик, но доставляет такую нам, в общем, позитивную ауру девичью. Дома Сергей Юрчук с легкостью меняет строгий костюм на рабочую одежду и помогает пожилым родителям. Рубит дрова, топит печку. Ведь он еще и любящий муж, заботливый отец и преданный сын. Кто угодно, только не врач. Функции доктора в семье на себя берет супруга. У нас атаман по этим вопросам, моя супруга, лечит всех супруга. Мы ей доверяемся, и я, и дети. Ну, в общем-то, все успешно получается. Под руководством Юрчука краевая клиническая инфекционная больница, словно корабль плывет по намеченному курсу. Ведь с таким капитаном никакие штормы не страшны.